Сотрудники полиции из разных регионов России на это торжественное построение идут не в парадной форме, а в спортивной. Сегодня им нужно будет ловить не преступников, а мяч. Сразу на трёх стадионах города начались соревнования по мини-футболу среди сотрудников и студентов МВД. Сегодня придается огромное значение физическому развитию спорта, тем более в органах внутренних дел. Это же, как я уже говорил, помогает сотруднику внутренних дел при выполнении сложнейших ситуаций. Состязаться в Липецк приехали 57 команд, это более 800 человек. Каждая команда защищает отдел полиции своего города или институт, в котором учится. На поле полицейские были совсем не такими сдержанными, как в строю. Команда Сергея Григорьева защищает честь Орловского юридического института МВД России. В футбол ребята стараются играть почти каждый день. Сергей признался, из-за таких тренировок ему было легче сдать многие зачёты по физической подготовке. Но на чемпионате одной физической формы мало. Уделили очень большое внимание слаженности команды, моральный дух поднимали. То есть, очень ответственно подошли к этому этапу соревнований. И надеемся, что выступим достойно. Состязания будут идти несколько дней. Сегодня полицейские соревновались между собой, а студенты между собой. Победители перейдут в следующий этап, и уже там полицейским нужно будет сыграть с будущей сменой. Молодость против опыта. Не сказать, что прям преимущество. Ну, может быть, то, что мы иногда где-то побыстрее в некоторых моментах за счёт молодости. Но у них есть преимущество – это опыт. На опыте можно тоже много сыграть. Играли полицейские с полной отдачей, несмотря на 35-градусную жару. Также в полную силу лидерам нужно придержаться и в следующие игры. Накануне больше не меньше слава и кубок. Наталья Медведева, Юрий Талдыкин, ТВК Новости. Субтитры создавал DimaTorzok